Продолжение следует... И вот что ждет вас сегодня в выпуске новостей. Пятеро на одного в редакцию нашей телекомпании отправили видео, где на кадрах видно, как группа молодых людей избивают мужчину в микрорайоне Любимов. Известны ли имена дебоширов и что на это говорит полиция, расскажет Евгений Казанцев. Пятеро на одного. Ногами они беспощадно бьют лежачего мужчину. В какой-то момент он поднимается и тут же получает мощный удар по лицу. Кадр жестокого избиения отправила к нам в редакцию жительница микрорайона. В 11 утра она занималась своими делами и услышала на улице крики. Занималась своими делами и слышала какие-то шумы, какие-то звуки непонятные, что-то, какая-то ситуация неприятная на улице происходит. Выглянула и увидела группу людей из пяти человек. То есть это были молодые люди, спортивного телосложения. И рядом с ними находился, соответственно, тоже мужчина. И так я поняла, что происходят какие-то разборки. И молодые люди стали периодически по очереди избивать мужчину. И как такое может остаться без внимания? Группа мужчин средь бела дня нападает на одного человека. Жители микрорайона в шоке. Нападавших не смутило ни время суток, ни населенный район. К слову, с места происшествия они скрылись не спеша. Предположительно, на этом месте произошло происшествие. Группа людей зверски избили мужчину. Все это происходило средь бела дня. Рядом садики, школы. Действия не осталось без внимания. За что пятеро молодых людей устроили расправу в разгар дня, неизвестно. Так же, как и неизвестны их имена. Сам пострадавший обратился в полицию по телефону и рассказал, что били его трое человек. Вчера в полицию города Березники поступило сообщение от мужчины 1981 года рождения о том, что его избили трое неизвестных в микрорайоне Любимов. По данному факту зарегистрирован материал, в полиции проводится проверка. Жители микрорайона Любимов надеются, что вскоре нападавших найдут и накажут по всей строгости закона. Ведь в микрорайоне поставили камеры и драку дебоширы затеяли в светлое время суток. Перспектива жить в одном районе с такими людьми выглядит пугающей. Евгений Казанцев, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. Медом намазано. Уже не первый раз мы рассказывали про кражу в магазине «Спортмастер». Вот и на прошлой неделе оттуда снова вышли с курткой, не расплатившись. Присмотрел себе новый гардероб мужчина, который прихватил товаров на 6 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции разыскивают мужчину в черной куртке с серой меховой опушкой на капюшоне. В черных штанах и кроссовках. Если вы узнали подозреваемого или что-либо знаете о его местонахождении, просьба позвонить по телефону, указанному на экране. По трассе можно нарваться на серьезный штраф. Министерство природы Пермского края предупреждает, в Пермском крае началась сезонная миграция лосей. В перечень самых опасных участков попала автодорога Пермь-Березники. За прошлый год произошло 133 ДТП с дикими животными. В этом году уже 17 миграций молодых лосей происходит в мае и июне. Они особенно активны на рассвете и на закате. В Минприроды просят водителей в темное время суток обращать внимание на появление светящихся глаз на обочинах. Если вы заметили одну особь, вероятно, рядом находится еще несколько. Ни в коем случае нельзя сигналить, животное может испугаться и броситься на автомобиль. Если вы все-таки сбили лося, сообщите об этом в ДПС. За наезд придется возместить ущерб Минприроды. При наличии страховки претензию направят туда при отсутствии ОСАГО владельцу авто. Стоимость одной особи лося – 80 тысяч рублей. А вот на трассе Кунгур-Соликамск станет безопаснее. Правительство Пермского края утвердило дополнительные выплаты регионам на строительство дорог. 350 миллионов рублей в этом году отправят на реконструкцию трассы до Соликамска. Деньги направят в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В Пермском крае дополнительное финансирование выделят именно на трассу Кунгур-Соликамск. Деньги поступят на реконструкцию участка, который проходит через железнодорожные пути. Закончить планируют в этом году. Значимость реконструкции трассы Кунгур-Соликамск подчеркивает и краевое правительство. В этом году более 70 регионов России получат дополнительное финансирование. В Пермском крае начали работу ярмарки выходного дня, на которых жители региона смогут приобрести товары местных производителей по приемлемым ценам. Первая ярмарка прошла и в Березняках. Ксения Калугина познакомилась с предпринимателями и даже получила подарок. Натуральное оно 100%, то есть оно сварено полностью с нуля. Это не мыльная основа. Ольга Пятницкая – начинающий мыловар. Ее изделия поражают своей красотой, а аромат разносится по всей ярмарке. Но началось все с аллергии. Девушке перестали подходить косметические средства из магазина, поэтому она начала варить мыло для себя. Многие изготовители используют мыльную основу, но натурального в таких компонентах мало. Ольга же делает все вручную. Процесс не быстрый, зато качество и натуральность продукта на 100%. Показать свое дело широкому кругу девушка смогла на городской весенней ярмарке товаров. Я нынче на ярмарке первый раз. Я была очень приятно удивлена, что наша администрация устраивает такие ярмарки. Это все предоставляется бесплатно. Конечно, надо, потому что нужно знакомить людей с продуктом. Люди еще не знают, они не знакомы с этим. И мы здесь для того, чтобы познакомить вас именно с нашим продуктом. Городская ярмарка проводится Верхнекамской торгово-промышленной палатой в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие» при поддержке администрации города Березняки. Для опытных и начинающих предпринимателей это огромная возможность не только презентовать свою продукцию, но и поделиться опытом с другими. Многие участвуют впервые. Участвую первый раз. Мне очень нравится. Вот второй день мы стоим. Очень нравится. Березняковцы, конечно, молодцы. И пригласили нас. И мы очень рады. Чего здесь только нет. И актуальные для садоводов саженцы, вязаные игрушки, тканевые куколки, мед и сладкие леденцы для детей. Прогуляться можно всей семьей. Кстати, у многих предпринимателей на таких ярмарках можно увидеть и подарки. Я сейчас воспользуюсь моментом и получу свой. С этого года подобные ярмарки в Прикамье будут проводиться круглогодично. Такое решение приняли на заседании правительства края в феврале. Особое внимание уделяется ассортименту, состоящему из сельскохозяйственной продукции, дикоросов, изделий народных художественных промыслов, ремесленников и продуктов. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отмечает, что такие мероприятия – очень важный и эффективный механизм поддержки местных производителей. Ярмарки помогают фермерам со сбытом товаров, а жителям приобрести свежую натуральную продукцию по адекватным ценам. Важно, что такие события проводятся не только в краевой столице, но и в территориях Прикамья, как на постоянно действующих рынках, так и в рамках специальных событий. Если вы занимаетесь любимым делом и хотите рассказать о нем потенциальным клиентам, заявляйте о себе и делитесь продукцией. А наша героиня Ольга Пятницкая уже планирует участвовать в ярмарке, которая состоится 7 и 8 мая. Задумки по новому ассортименту уже есть. Ксения Калугина, Сергей Антонович, Новости Верхниками. Во втором блоке выпуска расскажем, как прошел Кубок по хоккею среди юношей, а также откроем тайну, какой новый проект стартует на телеканале Верхниками ТВ. Оставайтесь с нами. В поселке Углеуральский грозит масштабное отключение электроэнергии, а Губаха станет центром притяжения более чем 20 тысяч туристов. Что еще интересного происходит в соседних городах, расскажет Евгений Казанцев в нашей постоянной рубрике Верхниками сегодня. Здравствуйте, дорогие телезрители! Света не будет! В поселке Углеуральский Губахинского округа ожидаются перебои с подачей электроэнергии. Массовое отключение электричества пройдет 27 апреля с 9 до 12 часов. Под отключение попадают дома по улицам Добролюбова, Чехова, Луговая, Базарная и Черняховского. Отключат Базарный переулок, улица Садовая, Решетникова, Шахтера, Урицкого, Калинина, Индустриальная и Ленина. Также в течение трех дней с 27 по 29 апреля с 9 до 16 часов без электричества будут дома по улице Шахтера и Дом-2 на Луговой. Это связано с заменой опор линии электропередач. Жителей просят отнестись с пониманием и набраться терпения. Задать свои вопросы главе просто. Жителей Соликамска ждет прямой эфир с главой Соликамского городского округа Евгением Самоуковым. Оставить вопросы и предложения можно в комментариях к посту на странице главы ВКонтакте. На данный момент жители написали уже больше 40 вопросов. Прямой эфир пройдет 28 апреля в 18.30 на странице Евгения Самоукова. А Губаха ждет наплыва туристов. Уже весной-летом ожидается приезд около 20 тысяч путешественников. Большинство из них любители сплавов. Туроператоры сообщают, что бронировать путевки именно на это направление начали уже зимой. Самые популярные реки Усьва, Койва, Бижай и Чусовая. На всесезонном курорте Губаха экскурсионные сплавы начнутся уже 14 мая. Кстати, к приему туристов там готовы и даже закупили дополнительные катамараны, сабборды, байдарки и моторную лодку. За эмоциями в Губаху. Рубрику «Верхниками» сегодня подготовил Евгений Казанцев. В Березняках прошел турнир по хоккею, приуроченный к юбилею города Березняки. Правда, приняли участие в соревнованиях и гости из других городов Пермского края. Как выступила наша сборная спортивной школы «Барс», расскажет Евгений Казанцев. До конца матча еще пять минут. Есть время отыграться. Наши юные хоккеисты спортивной школы «Барс» встретились на льду с гостями из Чайковского. Матч напряженный. Как признаются тренеры обеих команд, силы равны. Ребят из Чайковского пригласила Березняковская спортивная школа. На подготовку к соревнованиям ушло около двух недель. Для Чайковского темпа это уже шестой крупный турнир за год. Полноценно команда у нас уже катается полтора года. То есть у нас был грант «Лед надежды», где мы отобрали 14-й год хороших ребят. Вот у нас команда, и вот мы начали заниматься. Первые турниры мы играли на полполе. И вот в этом году решили, что будем играть на все поле. И вот начали по турнирам ездить, свои дома тоже организовываем. На протяжении трех дней за кубок боролись шесть команд. Помимо часового, приглашенными гостями стали сборные из Губахи, Перми и Краснокамска. От нашего города выступали две команды из Березняковской школы «Барс». До этого турнира восьмилетние спортсмены уже выступили на Чайковской и Краснокамской площадках. В этих соревнованиях ребята одержали четыре победы и вышли в финал. Там они встретятся с Краснокамской красной звездой. На этом турнире ребята разделили на две команды. То есть там «Барс-1», «Барс-2». Тех, кто чуть посильнее, тех, кто чуть послабее, чтобы все поиграли. Поэтому вообще они занимаются вместе, но на этом турнире разделили их на две команды. В финальной битве на лед вышли команды «Красная звезда» и «Барс-1». Схватка была напряженной. Сначала наши отставали со счетом 1-3, но потом вырвали победу. В итоге 4-3 в пользу березняковской команды «Барс-1». Если вы хотите отдать ребенка в секцию, хоккей – отличный выбор. Новые игроки городу всегда нужны. Кто знает, быть может в следующий раз уже ваши дети прославят наш город. Евгений Казанцев, Сергей Антонович, Новости Верхнекамья. Разговор по-мужски открыт, честно и на равных. Теперь в Березняках появилось место, где сильная половина нашего города может обсуждать интересные им темы. Это локация – телеканал Верхнеками ТВ. Мы запускаем новый проект «Мужской подход». Ведущий проекта Сергей Колейник без купюр расскажет обо всем, что беспокоит современных мужчин. Досуг. Куда свозить семью в отпуск и, конечно, о машинах. Кстати, в первом выпуске Сергей встретится с официальным представителем компании «Лаборатория скорости», чтобы узнать все о катализаторах и как часто их нужно менять. Смотрите в 19.30 сразу после выпуска новостей на телеканале Верхнеками ТВ. Поговорим по-мужски. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Рабочая неделя в этот раз началась с интеллектуальной битвы. После долгой разлуки школьники, студенты и работающая молодежь вновь встретились на игре «Что, где, когда». Кто оказался самым умным, расскажет Екатерина Зибзеева. Сколько смогов содержит традиционная японская хайку? Время пошло. Интеллектуальная элита Березняков вновь в строю. Несколько лет игры умов «Что, где, когда» проводились в онлайн. А теперь они снова встретились лично. Участников много. Порядка 24 команд. Школьники, студенты и работающая молодежь. Среди участников и Максим Кудрявцев. В свободное от работы время он и сам проводит интеллектуальные игры. Вот только участвовать в них, признается молодой человек, оказалось гораздо сложнее. С некоторыми вопросами прям очень сложно это дается, но все равно. Команда есть команда. Кто-то свою версию сказал, кто-то поддержал. Раскрутили и верная версия. Вопросы на игре разные. Из литературы, кино, лингвистики и даже видеоигр. Чтобы верно отвечать и продвигаться по турнирной таблице вверх, нужна хорошая универсальная команда. Например, наш герой Максим в команде «Молодежка» – один из самых ценных игроков. Парень играет в ЧГК порядка 8 лет и даже успел побывать в жюри. Я лично люблю Гарри Поттера, мультфильмы, фильмы там. И мне в этом легче разбираться. Если вопросы будут таким, да, блин, ну это классно, я люблю это. А кто-то силен в литературе, может назвать сходу произведения, там, из истории, из фактов и так далее. Кто-то по кадру из фильма может назвать режиссера, актера и так далее. Команда «Еврики» специалиста Еврахима готовилась к чемпионату заранее. Молодые специалисты проводили местные встречи и даже дома самостоятельно прокачивали свой навык в мобильных приложениях. Говорят, в подготовке к чемпионату важна регулярность. В мае стартует еще один чемпионат по интеллектуальным краеведческим играм, посвященный юбилею нашего города. Помимо общих тем будут вопросы на историю березняков. Также совсем скоро от нашего города будут собраны две юношеские сборные. Мы запустили интеллектуальный клуб «Нейра». Там встречаются ребята-старшеклассники с восьмого класса и до 18 лет. Это могут быть даже уже студенты начальных каких-то уровней. Там мы готовим их для участия в городских чемпионатах, краевых чемпионатах и всероссийских чемпионатах. Первое место в этой игре среди школьников заняла команда «3-6 мафия». Наш герой Максим со своей командой в категории «Работающая молодежь» занял второе место. А команда специалистов «Еврахима» в этой же категории заняла пятую строчку. Организаторы отметили, что интеллектуальные игры будут проводиться и дальше. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья. В Пермском крае завершилось голосование за выдающихся людей при Камье. Напомним, на портале «Управляем вместе» жители региона могли выбрать деятеля, который, по их мнению, внес весомый вклад в развитие края. Итоги уже подвели. Известно, что в Перми появится памятник династии Строгановых. Лидерами голосования стали писатель Павел Петрович Бажов. За него проголосовали почти полторы тысячи людей. Чуть меньше голосов отдали роду русских промышленников и государственных деятелей Строгановых. Именно этим выдающимся деятелям поставят памятники в год 300-летия Перми в 2023 году. Сейчас как раз определяются места размещения памятников. Напомним, всего на голосование было выдвинуто 9 кандидатур. За них проголосовали свыше 7 тысяч жителей при Камье. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео о городских происшествиях или интересных событиях. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхниками». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.ru или по телефону 43 17 11. Авторы лучшего ролика недели получат в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1000 рублей. Вы смотрели главные новости «Верхниками». В студии для вас работала Мария Коноплева. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя и своих блеских. Внимание! В кудеснике обновление коллекции входных и межкомнатных дверей. Скидки на выставочные образцы до 35%. Успевайте купить качественные двери с большой выгодой. Белорусские деликатесы от Ларисы. Колбасы, салонатуральная мясная продукция и вкуснейшее масло. Ждем вас! Спонсор прогноза погоды – многопрофильная клиника МИДСИ. МИДСИ оказывает полный комплекс медицинских услуг. Квалифицированные специалисты, новейшее оборудование, забота о клиентах и широкий выбор предоставляемых услуг. 27 апреля в Пермском крае синоптики прогнозируют облачную погоду, дожди. В Александровске плюс 12. В Кизеле столбик термометра будет на отметке плюс 12 градусов. В Соликамске также плюс 12. В Березняках в среду температура воздуха ночью плюс 10. В дневные часы плюс 12 градусов. Атмосферное давление 740 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 3-4 метра в секунду с порывами до 13 метров. 27 апреля солнечная активность низкая, геомагнитное поле слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно, дом начинается с дверей, а наш с дверей Аргус. Сейф Двери Аргус. Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. Двери Аргус. Только в салонах Кудесник. Белорусские деликатесы от Ларисы. Колбасы, сало натуральное, мясная продукция и масло. Выставка Белоруссия-Россия с 25 по 30 апреля в ДК имени Ленина. Благодаря зрению человек способен познавать красоту окружающего мира и наслаждаться ей. Восстановление зрения в клинике МЕДСИ – это возможность вернуться к привычному образу жизни. МЕДСИ – медицина компетенций. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.